Всем привет, дорогие друзья! С вами Катринка. И сегодня, как вы видите, у меня необычное видео, потому что я не одна. У меня замечательная гостья Татьяна, это мастер маникюра. Всем привет! И наше видео будет посвящено бьюти-сфере, потому что, как вы знаете, что наши украинские женщины и девушки не могут овенуть эту сферу. То есть есть два варианта. Либо ты пользуешься бьюти-сферой, либо ты там работаешь. В какой бы стране мы ни находились, всегда нам нужен маникюр, нам нужны брови, нам нужны покраски и так далее. Татьяна мастер маникюра. И сегодня я хочу вместе с ней раскрыть подробнее эту тему. Я очень надеюсь, что информация будет полезна для новоприбышев, для тех, кто только собирается приехать в Канаду и планирует работать бьюти-мастером. Мы попробуем помочь, да, Таня, сегодня нашим зрителям. И не забудьте поставить свой лайк прямо сейчас наперед, потому что вы потом забудете. Друзья, важный момент. Я оставлю все контакты Татьяны. У нее есть свой инстаграм, вы сможете там подписаться на нее. Обязательно заходите, поддержите, подписывайтесь. Таня начала вести новую страницу, да, здесь именно Nail Winnipeg, чтобы были локации, новые фотографии. Скажем так, страница с нуля, но она уже канадская, можно так сказать. Поэтому поддержите Таню. Кому интересно, там будет и про клиентам, и мастерам, то подскажу, расскажу. Да, заходите, подписывайтесь. И все ссылочки будут внизу под видео. Также контакты салона, где вы можете записаться на маникюр, педикюр. Все вопросы, вы можете приехать в салон или по телефону, у них есть запись. Вы можете посмотреть прайс. У Тани, кстати, в инстаграме есть прайс салона. Можете посмотреть цены примерно, сколько стоит. Так что заходите, подписывайтесь. Танюша, спасибо, что ты сегодня согласилась поучаствовать в этом видео. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, про свой опыт работы. Где ты работала, откуда ты приехала, и сколько вы здесь уже в Канаде. Здравствуйте, меня зовут Таня. Мы здесь 4 месяца в Канаде. Раньше я работала в Киеве. У меня 10 лет я уже работаю как мастер маникюра. Работала в разных салонах. Вот, как-то так. Я немножко буду подглядывать телефон. Записали, мы с Таней немножко вопросы наперед. Буду подглядывать, что за чем идет. Скажи, пожалуйста, приехали 4 месяца, как и мы. То есть, с чего начинался твой путь после всех известных. Вот мы приехали, вот как все, мы сделали там sin number, все эти телефоны. Мы поселились в квартире. То есть, мы сделали базовые документы, как для всех, да, новоприбывших. Что ты делала потом? Твои первые шаги, чтобы найти свою первую работу в салоне, в маникюрном. Значит, я общалась, очень много общалась с людьми, с нашими. И узнала, что есть такой салон в центре Виннипека. Он находится в торговом центре. Пола парк называется. И там есть Ауманд. Это сетевой салон. И я узнала, что там русскоговорящий менеджер. И я прямо туда пошла. Без резюме, без языка. Просто так, да, прямо туда и пошла. И на рецепции меня встретила девочка. Она совсем не разговаривала на русском. Она разговаривала только на английском. Она говорит, что да, что я спрошу менеджера, его сейчас нету. Но вы можете оставить месседж. И я написала просто на русском языке. На русском языке? Да, что я Татьяна, что вот у меня есть 10 лет практики, что я опытный мастер и хочу работать. То есть резюме там канадского типа, еще какого-то у тебя не было? Нет, ничего не было. Да, я вот так вот решила прям сразу в упой. И она мне написала там через несколько дней смс. Они по смс переписываются. И она на русском языке мне написала, что вот. И пригласила меня на собеседование. Она, значит, мне сказала, таким условием дипломы, они не смотрят. Какие там у тебя есть, они сразу хотят опыт. Она сказала мне взять с собой модель, если у меня есть. Или если нету, то они мне ее найдут. Ну, у меня была подружка, я взяла ее. Я пришла туда на резюме. И они мне сказали наращивать ногти. Вот так сразу. Сразу хотят увидеть, что ты умеешь. То есть показывай свой опыт. Да, интересно. И сразу, то есть села и сразу начала наращивать. Наращивая сходу. Это же не просто выникалор, геомлак, а сами наращивали. Вот у нас, значит, у нас наращивают за час пятнадцать у них наращивание происходит. Вот, то есть они дали время. Ну, чуть-чуть больше, так как это первое, я еще ничего не знаю. Ну да, ты как новичок. Я пришла со своими материалами, со своими. И нарастила на своих материалов. Там, ну, кое-что они мне дали своего, чего у меня не было. Ну, а так, да, пришла, нарастила там за больше времени, ну, их устроила. Их устроила? Да. И они тебе что, предложили, да? То есть как бы работать? Да, и они предложили, когда вы можете приступить к работе. И я говорю, что вот я могу хоть завтра. И все, и так с этого начался. Да, очень классно. Видите, как важно идти все-таки без там, даже резюме у вас ничего нет. Когда я стала, идти на поролон, просто идете в салон, и можно так достичь успеха. Так, Танюш, мы поняли, что вот взяли тебя на работу. Расскажи немножко про свои первые дни, свои первые впечатления, потому что ты довольно быстро нашла все-таки работу, только приехали. Как, какие были твои впечатления, как тебе была работа, давали ли они тебе инструменты, материалы, или ты работала на своих? Значит, тут они берут, не требуют лицензии в салон, они берут под свою лицензию. Материалы и инструмент они полностью предоставляют. То есть можно из своего не иметь ничего. То есть если вы приехали, у вас нет ничего, не проблема. Но они могут в этом, конкретно в этом Валмонте, они могут высчитать с тебя за инструменты, которые тебе вредают, только инструменты. Все остальное они предоставляют. Ну, у меня были свои инструменты, то есть я работала на своих, мне ничего не надо. Мой рабочий день начался с того, там были девочки, девочки были наши, и их было довольно много. То есть они все подсказывали. На каждого клиента на маникюр с шелаком тебе дается 45 минут. Это жесткий тайминг. Это меньше, да? Да. Чем мы привыкли, вот как в Украине. Это гораздо лучше. Да. Это очень мало, на самом деле. И как ты справлялась, особенно в первые дни? Как-то справлялась. Успевала, да? Успевала, но надо было бы все быстро делать. Девочки подсказывают, и они говорят, ну, так как там русскоязычных много, то они говорят, ты не нервничай, ничего, это все, что у тебя не получится, мы поможем. То есть они как быстро поддерживают. Поддерживают тебя там. Да, наши девочки подсказывают, что не можешь, ну, все получается. Очень удобные там условия работы, и как-то все на драйве, и так идет, и первые дни было нормально. Так, а много людей было, запись у тебя? Да. Подавали часов поначалу. А-да, выставляют приложение, там ты видишь свое время работы, то есть часы. И там с 11, допустим, до 6 вечера ты работаешь, и полчаса перерыва тебе дается. А так за это время все время идет поток клиентов постоянно? Да, и на стерилизацию инструмента почти времени не остается. У тебя должно быть минимум 5 наборов инструментов, чтобы ты быстренько одни забросила в стерилизатор, взяла второй, и это все бегом, то есть ты встаешься и даже иногда не можешь обтруситься, бежишь к следующему клиенту. И все время меняется, называется это маникюрная станция. Она все время, тут нет определенного места маникюрного, ну как у нас там стол, и там у тебя все удобно, тут твои пилочки, а ты каждый раз садишься на новый стол, или на педикюрный, или на маникюрный, у тебя только в таком подносике инструмент, который ты складываешь, и с ним перебиваешься на новый стол. Это, по-моему, не очень удобно, да? То есть это как-то у нас, мы же привыкли, наверное, ты так или поработать к одному месту, да? Да, потому что ты все время ищешь пилочку, то там еще что-нибудь, это не очень удобно. Но что быстрее, то что ты не можешь разговаривать с клиентом, А это же обычно задерживает время, ты пока поговорил, пока это, а тут английский язык, и ты сразу приступаешь к работе. Вот смотри, Таня, ты только что как раз сказала про английский язык, скажи нашим зрителям, возможно ли работать вообще мастером маникюра в бьюти-сфере здесь в Канаде без знания английского языка, ну или без это, я имею в виду, с минимальными знаниями, или вообще, если ты не знаешь язык? Ну, конкретно в этом салоне было возможно, так как там был менеджер, он разговаривал и на рынке, и на русском языке, и на английском, и вопросы, которые ты не мог договориться, это тебе помогали. Помогали переводить, да, от клиентов, то есть если сидеть, какой-то запрос клиента, они тебе переводили, ты делала тот запрос, да? А еще через это приложение, то есть тебе сразу записывают клиента, и ты видишь маникюр, снятие там, эшелак, ты видишь сразу, что делал. Что делать, да. А если там клиент хочет дополнительные какие-то, да, свои пожелания, то уже могут перевести, то есть в этом не проблема, это вот. Нет, не проблема. А ты, ну, что ты можешь сказать нашим зрителям? Можно не бояться ехать без языка, я имею в виду? Можно не бояться ехать, да, и подсказывают, что говорить, и о чем вести. То есть вам помогут. Я еще хотела поговорить по поводу специфики салонов в Канаде, потому что, как вот я видела, просто даже по вывескам, что здесь салоны имеют разные степени, да, то есть что они делают, расскажи. Салоны все разделены, то есть если в салоне делают маникюр, это будет только маникюр. Только маникюр. Да, только маникюр, в других салонах делают только брови и ресницы, в третьих салонах стригут только мужчин. Вот, это уникальность здесь. Да, только женщин, только покраски, все очень разделено. Нет таких салонов, как у нас, в которых ты можешь сделать сразу все процедуры. Да, мы привыкли, приходишь в салон, грубо говоря, все семьи, ты можешь с мужем прийти, ты можешь детскую стрижку сделать, себе все сделать там, и стрижку, маникюр, и пятикюр, все в одном месте. А здесь такого нет. А почему так? Наверное, на каждый вид нужна нормальная лицензия. Да, поэтому так проще. Да, они делают под определенную свою лицензию и берут какой-то один или несколько видов деятельности. Так, вот это очень интересный нюанс. Дальше хотела все-таки спросить по поводу сертификата и лицензии, про которые все говорят, мастера маникюра. Возможно ли, вот тебя взяли без нее, правильно? Ты только приехала, у тебя ничего не было, тебя взяли в салон. Как это возможно? Возможно ли без нее работать? Некоторые салоны, они берут под свою лицензию мастера. Они его как переучивают, обучают, так как тут салоны только маникюрные, допустим. Тебе подсказывают специфику работы и всего остального. И они помогают в дальнейшем даже сделать лицензию, если тебе нужно, так подсказывают. Вот так. Ты собираешься делать... Да, я сейчас на стадии делаю лицензию. Значит, лицензия стоит 200 долларов, но она только временная, на год. То есть тебе потом нужно учить и готовиться к экзамену. Так, все сложно на самом деле. Да, экзамен будет на английском языке. Есть специальные книжки, там, где нужно сдавать и рассказывать. И экзамен это стоит 400 долларов. Так. Да. Если ты его не сдаешь, то там, по-моему, еще раз платишь. Еще, да, за свой счет. Да, до трех раз можно пересдавать. Как говорят канадцы, что он очень легкий. Ну, для канадцев. А для них, да, на английском очень легкий. Да. А для канадцев, возможно, да. И что дает эта лицензия, если ты ее получишь? Ну, тогда ты можешь работать в зарплате, тебе это вырастаешь, то есть тебе будут платить больше. И ты можешь работать, я так понимаю, сам на себя, можешь предоставлять услуги дома. Так, официально все. И платить налоги с этого. И уже можешь, ну, как предприниматель, предприниматель, да, открывать и работать сама на себя. Да. Дальше следующий мой вопрос. Как найти работу в салоне, мы обговорили. Расскажи немножко, как завершился твой первый опыт в первом вот этом салоне. Потому что это интересно, потому что Татьяна уже работает в другом салоне. Вот этот переход нам расскажи. Потому что это интересно. Да, я проработала месяц. В салоне в Алманде. Началась конкуренция между нашими мастерами. То есть менеджер набирала 14 человек там работало. И много, да. 7 из них коваться. Да. Довольно много, да. Да, и 7 наших девочек. И начали урезать часы. Да, это как бы отражалось на зарплате. И поэтому... И начались неприятные моменты в коллективе. Да, я сейчас тебе перебью. Оплата мастера маникюра почасовая, да. Потому что я, допустим, тоже этого не знала. Может, думала там от клиентов зависит или еще. Да. Нет. Здесь, то есть как и везде, вся оплата в Канаде, кем вы не работали. Ну, на таких различных. Да, по часам точно так же и здесь. Не столько, сколько заплатил клиентам от него какой-то процент. То есть здесь есть почасовой оплатой плюс чаевые, да? Почасовая оплата плюс чаевые. Чаевые вот в этом первом салоне отдавали тебе лично или нет? Нет, лично клиент платит администратору и чеком. Да, и ты там не видишь, сколько тебе оставилось, сколько чаевых. То есть чаевые все официальные. Раз в две недели тебе выдает эти чаевые и могут тебе выдать, ну, сколько они захотят. Как бы ты проверить этого не можешь. Так. То есть, хорошо, в этом салоне началась немножко конкуренция, потому что было много наших девочек. Стали урезать часы и, ну, что-то, то есть пошло не так, да? То есть на работе. Да, началось неприятно ходить на работу, как бы, и я и решила. Ты решила уволиться. Сама по своему делу. Сама, да. Пока в хороших отношениях. Да, даже ни с кем не. Да, ни с кем не поругались, да. И я как бы сказала, что я уйду, а они сказали, хорошо, никаких проблем. То есть без проблем. Ты там не отрабатывала, как говорят, две недели? Нет, две недели не отрабатывала. Они меня попросили доработать там следующий день, на который была запись. То есть я отработала, попрощалась, и все. Они мне потом деньги перевели просто на карту. На карту, да. И все. Вот так мы раздались. Значит, ты ушла с этого салона и дальше твои действия ты нашла. Как ты нашла вторую работу? Дальше я ушла и даже думала, что делать. Потому что с работой сейчас в Виннипехе довольно-таки сложно. Да. Очень много наших мастеров, большая конкуренция. Ну, как-то так подвернулось. Просто мы приезжали на машине с мужем, видели салон. Я уже к тому времени завела себе резюме. Канадский. Кстати, да. Расскажи, как ты его сделала, самостоятельно? Самостоятельно себе набрала это резюме и сделала сопроводительное письмо. Канадский. Коверное. Я на следующий день набрала хозяйка на английском языке и назначили мне интервью. Да. Тут интервью проходило. Это канадский салон. Там вообще никого нет из наших. И интервью проходило на английском. Ну, я понимаю. Говорить мне сложно. Сложновато, а я всё понимаю. И они мне сказали, что вот им нужен мастер, поскольку у них девочка беременна, она уходит в декрет. Да. И у них освобождается стол один. Так, то есть тут у тебя есть свой стол всё-таки, на котором... Тут есть постоянно, да? Да, тут есть постоянно твое место, да. И я займу её место. Это было как раз перед Новым годом, перед их Рождеством. То есть была большая запись, они говорят, что нам нужно. Ну, я согласилась, и не было времени особо на раздумие, то есть... Предложили правильно, и надо брать. Да, и сразу я пошла работать. Да, тоже так же самое, без лицензии моя не требовалась. Они брали под свою лицензию, да. И я подумала, ну, оформление лицензии занимает время, а пока тут такие условия, когда... Время и деньги, всё нужно и заработать, когда... Да, и тут немножко по-другому происходит оплата с чаевыми. То есть чай тебе отдают каждый день. Клиента ты можешь даже рассчитывать сам, и ты видишь, сколько он платит по чеку, и сколько тебе оставляет чаевых. То есть всегда какая-то свежая копейка есть, и это очень приятно. Но в основном клиенты платят карты, да? В основном карты, да. Все платят карты, но чаевые всё равно это идут официальные, потому что они платят как... То есть им говорят, допустим, 45 долларов, да, они платят 50, да? То есть вот эта пятёрка, она остаётся тебе, но она официальная. Да, она тоже проходит через налог, то есть 3% налога. То есть платят чаевых, всё равно платятся налоги, потому что всё проходит официально. А если наличкой тебе могут оставить там карманы? Да, даже если оставляют наличкой и тебе дают, то ты всё равно показываешь, и с этого всё равно всё равно платят налоги. То есть взять себе карман и пошёл. Ну, можно не сказать, но это некорректно, да, так не поступаю. А вообще расскажи, как отношения в этом новом коллективе, в данном салоне, кстати, как он называется? Он называется... Southside. Southside, это северный, северные ногти. Почему? Потому что он находится в северном районе, в северной части Виннипега. У них тут так принято, кстати, называть, то есть по вот этим областям, если на севере, значит, северный, ну, я заметила, эти названия популярны. И этот салон уже довольно, да, то есть долго он работает. Салону 5 лет. 5 лет, свои клиенты, хороший довольно салон. Расскажи про свои впечатления, вот, неинтересно, внутри коллектива, потому что это истинно настоящий канадский салон. Как к тебе относятся твои сотрудники, то есть и менеджмент этого салона? Нравится тебе там? Очень хорошее отношение. У них там работала девочка из Казахстана год назад, но она тоже переехала в другой город, и клиенты как бы привыкли уже к русскоязычным мастерам, да, и очень приветливо. Девочки канадцы, у них нет конкуренции между собой, то есть они работают как единое целое. Клиенты могут приходить на маникюр и педикюр, они могут у одного маникюр, у другого педикюр, и они все время у разных. И это хорошо, правда? Да, девочки всегда там чего-то не знаешь, они помогают, ну вот очень, очень мне нравится. То есть тебе комфортно? Мне комфортно было? Немножко сложновато с языком, но я начинаю, чем больше ты общаешься, тем больше и больше понимаешь. Учишь на практике, правда? Да, да. Да, хотела сказать про вот это, тим-лидер, это есть такое понятие в Канаде, потому что я когда-то тоже работала в магазине косметическом и поступала туда на работу, часто на интервью спрашивают. Здесь, если ты идешь на такие должности, когда ты не занимаешь какую-то лидерскую позицию, не идешь на менеджера, да, высшего звена, то ты не должен, скажем так, выпендриваться и говорить, что ты суперлидер. Наоборот, нужно говорить, что ты тимворкер, называется тим, то есть командный игрок. Это значит, что нет конкуренции. Если что-то у тебя не получается, тебе помогут другие. И если у кого-то не получается, ты точно так же помогаешь другому. И ты это как бы... Ну, никто никого не набит, грубо говоря, да? Все работают как одно целое. У нас в магазине было то же самое. Поэтому я понимаю примерно, наверное, это канадская специфика работы не только в салонах, а во многих местах. Да, самая интересная тема, зарплатная, потому что мы тоже столкнулись с тем, что много мастеров приезжает, да? Мы уже считаемся такие не новички, мы уже тут более аж три месяца, четыре. Мы тоже кое-что знаем. Но люди, которые только что приезжают, и они думают, что, допустим, мастер маникюра или парикмахер сходу будет получать 4-5 тысяч долларов. Вот так сразу в месяц. Реально это вообще? Во-первых, лицензии. Нет лицензии, тебя берут на минимальную зарплату. На самую маленькую, да. Тут нет больших денег в этой сфере, я так понимаю, но все это нарабатывается с опытом. То, что у тебя был большой опыт у нас, не имеет никакого значения. К сожалению. Ты тут новичок. Да, то есть то же самое, что я там в магазине или там в супермаркет пойду работать, как в основном берут сейчас наших всех на минималку, так же и здесь, к сожалению, пока на первом этапе. Но есть перспектива, как ты считаешь? Да, вот мне подсказывают канадские девочки, что вот эта лицензия, она помогает тебе шагнуть в зарплате, увеличить процент, плюс еще знание языка очень помогает, так как тут очень сильно все любят поговорить. Поговорить, да, это я знаю. Как и у нас, да. Поэтому учить язык и нарабатывать, да. Да, налаживать контакт с клиентом и нарабатывать свою базу. Да, совершенно. И я думаю, что... Но поначалу такие деньги большие, заработать сложно. Просто, чтобы это знали, это реалии. Все идут на минималку, так, к сожалению. Так, Таня, еще хотела спросить по материалам. На каких материалах ты работаешь в этом новом салоне, предоставляют ли тебе? Тут тоже салон предоставляет абсолютно все, ни за что с тебя не высчитывают деньги. То есть ни за какие, даже инструмент маникюрный, там аппараты, фрезеры, все. Можно ничего не везти, тебе все дается. Да, и лицензии не надо везти. То есть нужно... Вообще хорошо. Нужно привезти только себя, да. И они все тебе предоставляют. И тут мастеров не так много, тут всего шесть мастеров. И они работают, мне кажется, день, в основном три мастера на смене. Да, но еще салон сейчас открывает новые ресницы и брови. Наращивание ресниц, ламинирование бровей. И они вот в этой сфере хотят тоже развиваться. Они взяли наших девочек двух и планируют брать еще. То есть вот это будет... Еще одну сферу в вашем салоне развивают? Еще одну сферу в нашем салоне развивают, да. Так, а материалы, на которых ты работаешь? Материалы, на которых я работаю, я тоже работаю полностью на материалах салона. Но свои материалы я привезла из Украины. У меня очень много всего. Да, еще и заказываю из Украины. Тоже можно заказать. И это не так долго и не так дорого за пересылку. Да? То есть ты заказывала из Украины, а здесь по местным магазинам? По местным магазинам. Тут есть один магазин, который не требует лицензии. Да. Катя даст его. Да, я вам все дам. Все будут в инфобоксе, все ссылочки и адреса. Да, все будет. Да, и там можно тоже, там огромный выбор у них, можно все купить, это быстренько подъехал, купил, никаких проблем. Потому что я много читала по чатам, и многие пишут, это такой миф, что если нет сертификата, пугают многие в чатах, если у вас нет лицензии, то вы даже не зайдете, вас туда на порог магазин не пустят, и вы не сможете купить профессиональные все эти материалы. Да, там не очень дешево в этом магазине, но если вам срочно что-то нужно, то без проблем там можно купить. Или заказать, или заказать, когда с Украины заказывала, все прошло, и на Амазоне. То есть, есть, конечно, магазины, которые требуют лицензию, какие-то, но я еще даже с такими не сталкивалась. В Виннипеге все проще, может, в других городах, да, мы же не знаем, может, там сложнее, но Виннипеге есть, по крайней мере. Так, мы уже, в принципе, много чего проговорили, вот Таня принесла еще документы, мы хотим немножко осветить больше тему получения лицензии для мастеров маникюра. Что нужно? Чуть-чуть подробнее расскажи, пожалуйста, для этого. Вот, есть «Поинтщип Манитоба». Значит, там нужно распечатать документы, и... То есть, это такая организация, да, когда вы обращаетесь, чтобы подтвердить ваш опыт, правильно? Да, количество часов, там, в какой вы в стране, вы были, правильно? Да, мы все приезжаем, здесь никто не работал. Нужно подтвердить прошлый опыт, там, из Украины, из Европы. Официальный опыт. Официальный опыт, это важно, правда? Да. То есть, опыт, который они могут проверить. Нужно заполнить салон, в котором ты работал, и подсчитать количество часов. Часов. О, это интересно, да? Да, они плюсуются, и на последнее место работы они могут писать имейл или звонить. Проверяют. Да. Вы туда посылаете заполненную бумажку, да, бумажку, да, и ваш работодатель должен мокрой печатью это подтвердить. Да. И тогда уже будет подтвердить, тебе тогда дают эту временную лицензию. Временную лицензию. А потом, значит, здесь пишется салон, номер салона, дата, с какого числа, по какой, ну, как в резюме, да, вы пишете, вы работали, тут в годах идет графа, сколько лет, сколько месяцев и сколько часов, просто умножили, да, там, и все, здесь подвели итоги, получается, вот такие вот документы. Да, ну, тут их несколько, этих бумажек. А, то есть, это под каждый салон ангелина? вот тут вот выбираешь, их можно распечатать на этом сайте, на пончике, да, и позаполнять. Так, что еще нужно отправлять, это все? Ну, тут их несколько, это должен подтвердить твой клиент, который у тебя обслуживался, и проверка клиента. Магазин, в котором ты покупал материалы. боже мой, как все сложно. Еще и магазин. То есть, идет проверка клиента, вот здесь она написала, у нее клиент, ее номер телефона, ее имейл, и этому клиенту будут там звонить или писать и спрашивать, действительно ли такой мастер Татьяны работы, да, как она там делала, но... А если не только клиент, или, может быть, твоя коллега по работе, который может подтвердить, вот ты с ней работала, там, какой-то посредитель, филолог, и подтверждает. Ну, знаешь, как слово. Но это я еще понимаю клиента, а вот, где ты покупала материалы? Где покупала материалы, да. Это вообще, конечно, интересно. а дело в том, что там же есть у них сайты, телефоны, и это все правда, и ты такой-то человек всегда есть в базе, если ты что-то покупаешь. То есть, они будут проверять, а есть ли в базе клиент или нет? Это на моего последнего работодателя, то есть, она заполняла тут ее данные, салон, сколько я работала, и вот ее номер телефона, и они тоже будут звонить. Так, да, салон в Киеве. Да. Это у нас что? Это у нас тут подписи, application. А, это то, что ты платишь 200 долларов, да, вот это стоит, это что ты, это просто соглашаешься с обработкой твоих материалов. Соглашаешься персональных данных, потому что здесь даются персональные данные людей, которые делают и так же вот это тоже сопроводительное письмо cover letter, о том, что я мастер маникюр, о том, что я делаю обрезной маникюр, о том, что я делаю педикюр с лезвием, то есть, у нас уже такая технология, она не делается, у нас, как бы, но тут все довольно по непродвинутым, так скажем, технологиям, и это все надо уметь, нужно делать акриловое наращивание, нужно продавать материалы, которые есть в салоне, то есть, и все это желательно в этом письме написать, что это ты делал, что это ты умеешь, что это делал, что ты там, и как ты это делал. И наше интервью подходит немножко к концу, что там ты можешь посоветовать вот прибывающим, новоприбывшим мастерам в сфере бьюти, возможно, какие-то от себя дать немножко советов. Я могу посоветовать делать так, что нужно набирать резюме, распечатывать на английском языке, потом открывать Google Map, смотреть ближайшие салоны к своему месту жительства. Вот у меня немножко неудобно получилось, у меня салон на другом конце города, приходится ездить, то есть так бы было гораздо удобнее. Открываешь и идешь с этим резюме, и когда ты его сам приносишь, они видят, они быстрее тебе отвечают и быстрее вас возьмут на работу. Это очень хорошо. Они просто не знали и не сталкивались с нашими мастерами, и у них было проблемно найти в этой сфере вообще кого бы то ни было. Да, до нас, да? До того, как приехал поток. А сейчас они, мне кажется, охотно берут. Просто нужно немножко смелости, и все получится. Вот, класс. Так что не бойтесь, распечатывайте в интервью, вы были резюме, и лучше, конечно, всегда работайте, разносить лично. Это сразу плюс, они сразу вас увидели, и даже если вы не знаете языка, они боятся, видите, как Таня написала сопроводительное письмо, и вообще супер молодец. Так что спасибо тебе большое, Таня, за твое уделенное нам время. Я надеюсь, что вам была эта информация полезна, и интересна. Так что не забудьте поставить сейчас свой лайк, если вы не поставили его вначале обязательно. Пишите комментарии, пишите свои вопросы, возможно, есть какие-то, которые мы не раскрыли, да? Если будет много вопросов, интересных, то нам подавайте, мы можем еще одно видео снять, если вдруг там будут какие-то нюансы, которые мы захотим раскрыть. Вот, поэтому пишите вопросы, спасибо большое, Таня, за это время. Всем пока, спасибо. Все, всем пока-пока.